Всем привет, с вами я Метеор, и сегодня я бы хотел поговорить на тему спецоперации в Японии. Да, я опоздал на 2-3 дня, не знаю на сколько, но это связано с тем, что я болею, и я нашел в себе силы записать про эту чудесную спецуху, которая мне прям понравилась вообще. Ну, а теперь посмотрим просто крутой трейлер к этой спецоперации, кто не видел. Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас мы начнем его разбирать детально, я буду смотреть через ютуб, чтобы мне было бы удобно. Начнем. Тут красивые пейзажи такие, так потише нужно сделать. И вот тут вот, как я понял, сет будет старый тоже, ну как бы сет с катана сидела Япония, как бы его бы не убрали отсюда. И вот эти ненавистные турели с щитами, они все-таки здесь будут тоже. Я их не люблю, ну ладно. Пойдем дальше. Вот тут, значит, мы сможем проходить по стелсу. Как сказано было на Warface, то, что мы сможем проходить некоторые места по стелсу. Типа убить двоих сразу, чтобы не подняли тревогу. А если поднимают тревогу, то вылетают там, по-моему, это здесь это куча ботов. Ну, короче, на ПВЕ профи это будет все, это ГГ. Ну, а тут геймплейчик обычный. Вот тут вот, типа, боты прилетают, это может и ВОГа была, не знаю. Но вот этот щит, щит, который я удивлен был, то, что его вообще добавили, как бы, это первая спецуха, где Black, ой, Warface может использовать щиты. Это только Япония, плазменный щит, и его также можно будет сбить с помощью РПГ. Если грандометчик пропал, он сбивается, и вот то, что мне интересно, он будет останавливаться, как у турелей. Или если его сбили, то все, уже, типа, его не восстановить, искать другой, или все. И на этой спецухе, по-любому, будет просто куча грандометчиков. И смотрим дальше. Вот это СЭД, новый, это капсула такая, я думаю, какая будет такая, типа, либо сигнализация будет срабатывать, и они будут прилетать в таких капсулах, либо просто это появление СЭДа, или КАССЦЕНА, как они говорили, то, что в некоторых моментах будут срабатывать КАССЦЕНА, типа, это круто, все дела, вот это может быть КАССЦЕНА, или просто появление СЭДа, когда срабатывает сигнализация. Вот он, СЭД 2.0, у него такой, типа, как дробовик, гранатомет, что-то непонятное. Вроде бы это гранатомет, больше похоже. Вот его, типа, мочат тут. И, как бы, подходят сзади и вырывают у него позвоночник, как сказано было тоже на Варфейсе, то, что его придется, это Дегаза, сзади подходить и вырывать ему часть. Сначала будет, наверное, защитное, что-то еще, провода какие-нибудь, может, а потом позвоночник его будет. Но я как смотрю, у него нет ни катана, ничего, значит, он вблизи не должен, так, типа, с одной и таки убивать. Или, типа, он будет сразу наводиться, с гранатомета шмалять, и все, и сразу улетать будешь. Ну, посмотрим потом, вот так круто он вырывает. И... Да, Джаггеринау, торнеметчик, что-то новое, конечно. Он будет, как сказано было, поджигать пол, допустим, да, и оставлять за собой огненные следы, которые, я думаю, будут очень моментально убивать на профи. Просто за секунду будет фул давать, я думаю, чтобы не крутили его, не подходили слишком близко, его придется сзади убивать. Тоже какой-то энергоблок, видимо, или еще что-то. Я еще думаю, вдруг какие-нибудь гранатометы может добавить на конец спецухи, ну, на босса. То, что, типа, в тушку ему просто стрелять с гранатомета, и будет сноситься тоже ХП. Но, типа, его так не убьешь, просто там, допустим, до половины можно будет добить, а там уже будет сзади чисто мочить. Либо чисто сзади его убивать, тоже в энергоблок какой-нибудь придется нам. И эта спецуха будет разделена на две части, как было сказано, типа, первая часть выйдет где-то зимой, я так думаю. А вторая часть, вот, что мне интересно, это будет Марс, продолжение этой спецоперации? Или будет Япония тоже, только уже после Марса? Или до Марса? Вот, что мне интересно будет. Но я думаю, это Марс будет продолжение Японии, потому что здесь, по-моему, про космические шаттлы, что-то в космосе говорят, что-то такое. Я думаю, будет продолжение, это все-таки Марс. Вот, теперь я хочу вам показать достижения на эту спецуху. Они прям круто выглядят, ничего не скажу. Прям отлично, мне понравились. Сет пушек, которые просто божественные, не знаю, точнее, сет скинов на эти пушки. А сами пушки мне не сильно понравились. Там РПД, да, АЦР тоже нормальная, но все остальные как-то не очень. Ну, такое, если честно. Особенно для ПВЕ, там, ну, Крэзи Хорс, ну, РПД, возможно, да, как бы, АЦР тоже. Ну, в принципе, для ПВЕ так себе тоже можно, как бы, побегать. Ну, не очень, я бы сказал. И для ПВП тоже оно не сгодится. Ну, АЦР еще сгодится. Катана там, да, Р8 тоже прикольная. Ну, вообще, сет скинов мне понравилось, поэтому я вещи Киви оставлю. Продам их зимой где-то, чтобы покрутить эти вещи. Донат этот покрутить, который я хочу выбить. Я надеюсь, они не будут, как всегда, делать, типа, новый донат со скином 65 кредитов. Или под 70, как всегда, я сейчас начну повышать. Ну, надеюсь, будет под 60 кредитов. А на этом все. Всем удачи и пока. И хорошего настроения на этот день. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...